Всем привет, с вами Елена, и сегодня у нас будет влог начинаться именно с покупок. Но прежде чем я начну вам показывать, что же я купила, конечно же, я хочу вас попросить, чтобы вы подписались на мой YouTube канал. Также переходили по ссылке внизу на мой Яндекс.Дзен, и там на всякий случай подписались. И, конечно же, участвуйте в конкурсе, как только на моем канале будет 900 подписчиков, тут же я подведу итоги. И давайте уже приступим. Первое, что я вам покажу, это вот такие вот капсулы для стирки. Суперконцентрат, здесь у нас 52 штуки, якобы на 52 стирки. Ну, скажу так, во-первых, их мне приобрела в светофоре мама. Я люблю капсулы для стирки, но хочется что-то такое найти, да, бюджетненькое, но при этом, чтобы ничуть не отличалось от Тайда, Ариэля или там любимого Персила, да. Но, но, цену, конечно же, вы сейчас увидите на своем экране, то, какая цена была в светофоре. И давайте уже покажу, что за капсулы. Я использовала только одну капсулу, надо будет попробовать постирать с двумя капсулами, но с одной капсулой чуда никакого не произошло. То есть, подходят эти капсулы больше для ежедневной стирки или там пыль состирнуть, да, но не более того. То есть, загрязнения какие-то, пятна, вам эти капсулы не отстирают. Здесь у нас два цвета, красненькие, такие розовенькие и голубенькие капсулы. Якобы темненькие для темных вещей, светленькие для светлых. И давайте я вам покажу, какие же здесь капсулы. Капсулы здесь такие малышки. Ой, сейчас сложно было открыть, поэтому открыла я за кадром. Капсулы вот такие вот малышки. Сейчас я даже не могу вам показать для сравнения Персил, Тайт и Ариэль, потому что у меня они закончились. И, в общем, вот такие вот малюточки у нас в этой упаковке. Для ежедневной стирки, повторяюсь, капсулы прекрасные. Если вы ждете от них чудо, чудо не произойдет. Аромат в упаковке прекрасный. На вещах после стирки не остается никакого аромата. Это для меня, конечно же, минус, потому что я ощущаю чистоту, только если я чувствую аромат порошка. Далее я буду показывать уже покупки из магазина Чижик. Вот так вот у них выглядит вывеска. Приобрели этот пакет, но в итоге им даже не воспользовались, потому что хватило нашей сумки. Так, начну я с несъедобного, то есть либо бытовая химия, либо что-то такое. Первое, что я вам покажу, это мы приобрели вот такой вот сорти. Это у нас нежность рук, бальзам с витамином Е для мытья посуды. Аромат прекрасный. Сорти, в принципе, неплохое средство. Конечно, я люблю Ферри, АОС, но из неимения Ферри и АОСа сорти тоже неплохое средство. Ну, получше, чем некоторые. Далее последняя была в магазине вот такая штука. Это у нас ватные диски ТАФО, ТАФО. Они у нас с прошитым краем, 140 штук, очень бюджетная цена, но, к сожалению, больше не было. Я думала, на подарки можно будет, ну, как дополнение для девочек, да, но, к сожалению, нет. Оставлю эти ватные диски для себя, чисто для тестирования, посмотреть, хорошие или нет. Если вдруг завезут, может быть, я куплю. Если нет, то буду довольствоваться сама. Далее я приобрела две пачки салфеток бумажных, желтого цвета и красного. Они очень-очень хорошие, несмотря на то, что они выглядят как дешевые, да, и по цене они, как бы, не скажу, что дорогие, но они такие плотные, они качественные, они хорошие, они шикарные. Как вы можете увидеть, они двухслойные, здесь у нас 75 штук. Двухслойные салфетки, очень хорошие, однослойные, конечно, бя-бя-бя, фу-фу-фу, но именно двухслойные, они просто шикарные. И, и чтобы не упустить такую возможность, да, то, что праздничные дни и все дела, тут, возможно, кто-то захочет заранее к различным другим праздникам закупиться, пусть это через два месяца, да, вот 23 февраля и так далее. Но, тем не менее, ну, всякое бывает, плюс у нас раскусили, что открылся этот магазинчик рядом со мной, и товары там вообще не залеживаются, то есть привезли и вмиг разбирают, привезли и вмиг разбирают. Следующее, что я вам покажу, это вот такой вот порошок Дося, 400 грамм в упаковке, альпийская свежесть, через упаковку прям слышится приятный аромат, по аромату мне понравилось, цена, в принципе, мне тоже понравилась. Учитывая, что я в малинке Биолан, что ли, покупала за 98 рублей, за такую же пачку, то в сравнении с той ценой, вот эта для меня была вообще цена, как даром практически отдали. Конечно, возможно, она не такая бюджетная, да, но сравнивая с малинкой, эта цена вкусненькая. Вкусненькая. Далее пойдут у меня продуктовые покупки, показываю вам уже пустышку, потому что мы ходили в магазин на днях, то есть я не сейчас пришла с Деницем с магазина и вам снимаю, а прошло буквально пару дней. Поэтому показываю уже пустышку, мы приобретали вот такую вот упаковку конфет, это у нас коровка молочная, очень вкусные, очень нежные, шикарные, неприторные, просто прекрасные конфеты. И, кстати, это у нас Ротфронт. В кадре я помещать фантики не буду, потому что будет много места занимать. И последнюю пустышку я вам показываю, мы приобретали вот такой вот зефир, зефир с ароматом яблока, здесь у нас 310 грамм, 6 штук. Натуральное фруктовое пюре, 0% жиров. Мне, если честно, эти зефирки очень понравились. Конечно же, конечно же, аромат яблока немножечко был химозенький, но терпимый. В плане того, какой именно зефир, он напоминал мне по консистенции, да, я даже не знаю, как правильно сказать, по консистенции или как. Ну, в общем, то, какой был зефир при откусывании, он напоминал мне именно тот зефир, который делает у меня мама. Я только в магазине узнала, что у меня Денис, оказывается, любит зефир, да, так что надо будет маме сказать, чтобы она сделала для него зефир. Вот. Но он не оценил, потому что ему не понравился вкус. Он хотел взять ванильный, а я зефир ванильный не переношу. То есть, ну, зачем платить деньги просто за безвкусный сахар? Вот. Я люблю с отдушкой, даже если... с отдушкой. С ароматизатором, даже если он химозенький. Ну, вот как-то так. Мне понравились, Денис ел, но я скажу так. Ему понравились эти зефирки примерно процентов на 30. Вот. Оставшиеся ему не понравились, а мне понравились они на все 100. Вот так. Далее приобрели вот такое вот растительное масло, золотая семечка. Выбор масла там был огромный. Цена была одна и та же. Там и Альтера по такой же цене была. Хотела то взять, ну, вот Альтеру, да, но я посмотрела, что там 0,7 или 0,8, что-то такое, да. Я не помню точно, какой там миллилитраж. Вот. А здесь у нас масло целый литр. Я как бы, ну, взяла по выгоде. Далее взяли на пробу вот такой вот кофе растворимый. У Дениса закончился кофе и мы взяли. Ну, я скажу так. Я не любитель растворимого кофе, но, тем не менее, попробовала в любом случае, чтобы понять, как бы, ну, есть с чем сравнить или нет. И я так думаю, мы в будущем будем ходить за этим кофе, пока его продают там. Во-первых, это близко, и это повыгоднее, чем кофе растворимый в том же самом магните. Ну, возможно, в каких-то магнитах есть и акции на кофе и прочее, да, и можно повыгоднее купить. Но у нас, к сожалению, нет. У нас магнит, это, знаете, ну, мне кажется, размером с мою квартиру. Вот такой вот. То есть, маленький зачуханный магазинчик. Я не скажу, что у меня маленькая зачуханная квартира. Для квартиры у меня все нормально, да. Но для магазина это очень маленький. И получается, что ассортимент малюсенький и не всегда все качественно там. Вот так. Далее приобрели вот такую вот фасоль. Красная натуральная цена, конечно. Вроде как, по мне, не особо выгодна, но мне захотелось. Я очень люблю фасоль, просто так есть. Слить жидкость, вывалить в тарелку, а можно даже прямо в этой же банке выдавить туда чеснок, немножечко растительного масла, и вот тебе вкуснятина. Ну, не тебе, да, а именно мне, потому что я безумно люблю фасоль. А если эта фасоль мягкая, прям вообще прелесть. Я и зеленый горошек, кстати, тоже так же ем. Но главное, чтобы зеленый горошек был мягкий. Я не люблю горошек плотный. Вот. Далее приобрели вот такую вот сардину от Дикого моря. Дикое море, сардина, атлантическая, натуральная, с добавлением масла. Ну, я думаю, вот вы можете все почитать, нужную информацию для вас найти. Что здесь самое удобное, по крайней мере для меня, это то, что есть язычок для открытия крышки, и не придется там мучиться открывать открывашками. Далее мы приобрели тоже Дикое море, но с кумбрией все тоже так же. Язычок тоже имеется, ну, содержание омега-3. Также вы можете поближе посмотреть нужную для вас информацию, состав и прочее. Тоже с добавлением масла. Вот такая вот информация. Что касаемо вкусов, ничего не знаю, взяли на пробу. Я вообще первый раз вижу продукцию от Дикого моря, поэтому ничего сказать не могу, отзыв дать тоже не могу. Далее, смотрите, какая огромная упаковка барила. Это у нас пипорегаты, 1 килограмм. Представляете, барила 1 килограмм. Я не знаю, это подделка или все же настоящая барила. Об этом я смогу говорить только после того, как приготовлю что-нибудь, потому что, как вы знаете, если вы используете, точнее, приготовляете, покупаете, приобретаете барилу, то вы знаете, что когда готовишь нужное время, что там описано, да, если вы не промываете макароны, то они у вас не слипнутся и не превратятся в кашу. Точнее, ну так, легкое слипание есть, да, но опять же, когда накладываете в тарелку или перемешиваете, допустим, с чем-то, оно у вас, они у вас, вернее, макароны, не слипаются, в отличие от большинства других. Да не от большинства, я только за барилой такое замечала. Вот, поэтому я это смогу узнать только после того, как приготовлю. Ну и последнее, что мы приобрели, это от Агро Альянс Экстра манная крупа. Две упаковки у нас здесь по 800 грамм, манка у меня уходит просто очень-очень быстро, потому что я часто готовлю манник, мы без манника не можем, во-первых, это недорого, это вкусно и в любой момент можно приготовить. В общем, вот такие вот у меня покупки были в магазине Чижик, и я сейчас вам кое-что покажу, что я заказала на Авито, точнее, я наткнулась на девушку на Авито, и сейчас я вам все расскажу поподробнее. В общем, на Авито я наткнулась на девушку. В общем, я лазила по просторам Авито в поисках вот такой вот водички от нового жанра. В прошлом году я приобретала себе тоже 30 мл, но я уже водичку заканчиваю, у меня там осталось на пару пшиках. В пустышке не хочу убирать вот этот вот новый жанр, да, я просто на следующий год сниму парфюмерные пустышки, потому что я думаю, после Нового года только я добью именно новый жанр, старенький свой, да. И я лазила на Авито в поисках вот этой водички. Я не люблю парфюмы от Ифраше, но именно вот этот мне безумно нравится. Он такой, знаете, дерзковат как бы, и в то же время он сладкий. Он действительно отдает немножечко кожей. Замшу я особо не слышу, но вот что-то такое вот как кожаная куртка, да что, я такое слышу. Как раз именно этот парфюм на холодное время года, на зиму, на холодную ледяную такую весну, российскую, да, на позднюю осень, то есть когда холодно, как вы уже поняли. И вот я на Авито нахожу то, что эти парфюмы люди просто в наглую набивают цену, то есть за 30 мл, то что снятость, они продают по 3 тысячи, по 2 тысячи. И тут я нахожу девушку. Она продает этот парфюм за 950 рублей. Конечно же, тут уже нет пары пшиков, потому что она приобретала этот аромат для себя, но ей не подошел, он для нее какой-то резкий. Вот, и в итоге я с ней договорилась и поехала к ней за парфюмом. Точнее не поехала, а пошла. Удивительно то, что эта девушка живет в половине остановки от меня. Ну, там, грубо говоря, остановка, да, там не доходя чуть-чуть. То есть если я выхожу из дома, то до нее я дойду минут за 7. Вот, как-то так. И вы думаете, на этом я остановилась? Нет, я у нее нахожу, точнее не нахожу, я у нее спрашиваю. Раньше в Фаберли, говорю, был гель для душа с ароматом вишни, косточки вишни. Я просто как-то себе приобретала, но в итоге так и не смогла помыться таким гелем, потому что у меня измылился инденис, ему понравился он. Я у нее спрашиваю, есть у нее такой же гель или нет. Она сказала, что у него уже срок как бы, ну, вышел. Я его, говорит, не продаю, но раз вы спросили, говорит, в моих запасах у меня, говорит, есть еще. Я спросила, а сколько она может продать? Она сказала, могу продать, говорит, два. Остальные, говорит, это, ну, это мое. Вот, и что мы видим? А мы видим вот такую вот снятость. И знаете, она это продала мне по... Ой, Господи, сколько было сказать? За одну баночку то ли 70, то ли 80 рублей. Что-то вот я не помню, вроде 80, но, вы понимаете, это снятость. Это как бы, ну, обалдеете, ну, это выгодно, что это выгодно, что это выгодно. Девушка очень ответственная. Я когда к ней подошла, я говорю, я у вас уже водичку брала. Она такая, да, 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 говорит, помню, помню. Она дает мне вот этот вот гель и говорит, а вы, говорит, понюхайте? А то вдруг, говорит, не понравился. Но, говорит, мой гель аромат не изменил. Я понюхала и там, извините, чуть не уписалась на месте. Просто один в один аромат с тем, что, как будто вот сейчас купила, заказ получила в самом Фаберлике. И это же не крайнее, что я вам хочу показать. Далее я у нее приобрела три вот такие вот снятости. Это у нас от Avon. Жидкая матовая помада от Mark. Оттенок Irresistible. У меня есть уже такой цвет. Вот он. Это уже мое. Это еще ничего не начато. И выглядит эта помада вот таким вот образом. Она просто прекрасная. Она шикарная. Аромат просто восхитительный. Цвет насыщенный. Конечно, камера больше передает, как будто это розово-красный. На самом деле он такой, знаете, бордовенький. Приятный, нежный. Также его можно просто нанести на губы и растушевать пальцем. Таким образом он будет более бледненький. Но он такой восхитительный. Губки становятся такие сочные-сочные. Я их купила тоже. Очень за смешную цену. По 100 рублей каждая. Ну, девчонки, где вы видели такое? Я не знаю, у нее еще есть в продаже какие-либо снятости или нет. Но я решила сводч этот убрать, да, снять. Но, понимаете, это находка. Наткнуться на человека, ответственного за свои продукты, да. И при всем при том, что это выгодно. То есть на Авито, я обратила внимание, люди в наглую пытаются заработать. Просто реально. Они накручивают цены просто как могут. И пользуются тем, что людям что-то нравится. И они сдирают в три шкуры. Я не знаю, для меня как бы понятие Авито это что-то такое вот, ну, побыстрее сплавить. Что-то повыгоднее сплавить, да, кому-то. Вот. А тут как бы, ну, я не знаю, зашкварно все. Ну, ладно, у каждого свое мнение. У меня такое. И я у нее совершила маленький ее заказ в Фаберлике. Это уже как бы наша третья встреча была. Я заказала у нее вот такой вот гель. Такой вот гель. И вот таких два. И давайте по порядку. Начнем вот с этих двух. Это у нас гель с ароматом, сейчас скажу, вишневого лимонада. И вы не представляете, какое было у меня удивление, какое было у меня восхищение, когда я открыла этот гель, понюхала, либо послушала аромат. Я не знаю, гель для меня как бы, ну, не имеет какой-то такой парфюмерной композиции. Поэтому, извините, я гели нюхаю, а не слушаю. Вот. И когда я гели вот эти вот понюхала, вишневый лимонад, я была просто на сьму небе от счастья. Почему? Да потому что вот эти вот гели один в один имеют аромат вот этот вот. Это вообще супер. Это вообще классно. Поэтому эти два геля у меня пойдут Денису в подарок на Новый год, да, как дополнение. Ну, как. Я не знаю, если честно, что дарить можно. Поэтому потом я вам покажу, что я хочу им подарить. Но как бы, я не знаю. Вот. О себе оставлю тот, у которых срок вышел. Далее приобрела фруктовый лед. Фруктовый лед, знаете, на любителей. Если вы любите аромат клубники, какой-то фруктовенький аромат, да, то вам этот аромат понравится. Мне, к сожалению, такое не заходит. И третий вид геля, это у нас лимонный кекс. Купилась я именно на название, то что кекс. Далее купилась на оформление. Ну, у них действительно просто бомбическое оформление у гелей Фаберлик. Но аромат мне не зашел. Он, да, приятный, но совсем не мое. Он очень пахнет лимоном, а я цитрусовый аромат, ну, не очень люблю. И вот этот аромат даже не просто вот лимоном пахнет, да, а лимонным конфитюром. Аромат приятный, но на любителей. Я не в их числе. Но оформление просто пушка. Ну, и последнее, что я вам покажу. Я у нее делала заказ в Эйвоне. Был парфюм 50 миллилитров Today Tomorrow Always. Его я в подарок для мамы. И там же к нему шел комплект миниатюрка. Ну, вот это вот 10 миллилитров или сколько у нас здесь? Да, 10 миллилитров. Я ее себе оставила. Раньше мне этот парфюм нравился, да, но как он нравился? Мама распыляет на себя, и мне нравилось то, как на ней это играет парфюм, да. Он держится очень долго. Он такой женственный, но при этом взрослый. Вот как-то странно, да, я описываю. Но в этот раз я вот эту миниатюрку на себя распылила. И я просто была восхищена от того, насколько за последние, ну, я не знаю, лет 8 или 10 у меня изменился вкус, предпочтение. Я влюбилась в этот аромат. Просто вот до неузнаваемости. Мне этот аромат нравится. Он такой, я не люблю цветочные, да, ароматы, но он цветочный. Я не люблю такие восточные, древесные, но этот какой-то аромат для меня древесный, цветочный, восточный. В общем, все, что я не люблю, имеется в этом аромате. Но этот аромат настолько красивый. Да что я говорю, вы наверняка знаете. Тот, кто занимается Эйвоном, знает, что это классика, это история Эйвон, это визитная карточка Эйвон. Ну, в общем, как-то так. Я влюбилась. Девушка эта занимается и Эйвоном, и Фаберлик, и Фраше. И, в общем, я, если вы хотите посмотреть, что у нее имеется в продаже, может, что-то для себя найдете, да, я ссылку на ее Авито оставлю внизу в описании, и вы, конечно же, можете перейти. Она также отправляет и Авито доставкой. В общем, общайтесь с ней, и как бы, ну, я не знаю, если муж что-то приглянется. Я не настаиваю, я просто вам на всякий случай сообщаю эту информацию. Но, если честно, эта девушка для меня просто находка. Поэтому вот этот вот мой заказ, это просто, я не знаю, парфюм, помада, гели, которые, ароматы, которые я хотела. И вот этот парфюмчик. Господи, я не могу. А еще я вам хотела показать то, что я хотела провести 10-дневный масочный марафон, но в итоге провела 8-дневный. И вот эти вот две маски я сделать не успела по состоянию здоровья. В данный момент я не могу сниматься с лицом пока. Возможно, это будет после Нового года или перед Новым годом. Наверное, после Нового года. Не знаю. Вот. И, возможно, я уже или с вами протестирую, да, на камеру, или, или не знаю, еще не определилась. Поэтому не теряйте эти маски. Я их, к сожалению, не сделала. Вот так. А еще я для своей мамулечки как-то на Яндекс.Маркете заказывала вот такой вот кофе. Это у нас кофе 2 в 1 от Несс-Кафе. Это как раз кофе для тех, кто не любит сахар или для диабетиков. Здесь у нас имеется кофе, сухое молоко, но нет как раз подсластителя никакого. Ни сахара, ни подсластителя, ничего. Приобрела для мамы, потому что, ну, диабет, все дела, да. Болезнь не страшная, но главное быть ответственным. И к чему я? Мама попробовала этот кофе, и ей он не понравился. Она не любит все, что связано с карамелью. И в этом кофе она чувствует отдушку карамели. Ароматизатор, вернее, отдушку. Я ничего здесь не почувствовала. Здесь у нас было в упаковке 10 вот таких вот сашеток, да, ну, все как обычно, да. Вот. И я скажу так, мне этот кофе очень сильно понравился. Денис, в принципе, тоже оценил. Он так же, как и я, просто сахар добавил в стакан, и все. Прекрасный кофе. И мне понравилось то, что он без сахара. Я спокойно могла его развести в стакане и, допустим, с какой-нибудь сладюшечкой попить. Вот. Потому что я сладкое со сладким чаем или кофе не люблю. У меня подташнивать начинает. А когда сладкое что-то я ем и запиваю не сладким чаем или не сладким кофе, это вообще супер. И еще я вам хочу показать вот такой вот кофе. Я открыла на днях вот такой вот кофе от Chiba Family. Здесь у нас в упаковке 275 грамм. И степень крепости у нас шестерка. Он такой темный, черный, по аромату терпкий. Начинаешь варить, кофе такой, знаете, яркий. Прямо на всю квартиру аромат стоит. А когда начинаешь его пить, господи, у него такой бархатный вкус. Бархатный цвет. Яркий цвет. Насыщенный цвет. Насыщенный вкус. Насыщенный. В общем, я даже не знаю, как описать. Первые свои эмоции я описала своим девочкам, с которыми я общаюсь в WhatsApp. И, знаете, повторить я уже не могу эти эмоции. Но могу сказать то, что я влюбилась в данный кофе. Я, кстати, его давно уже не вижу в продаже. Я как-то покупала, бог знает, в каком магните. Вот. То есть я не хожу в определенный магнит, да. Вот езжу, допустим, или по делам, или на работу, или еще что-то. И если там есть продуктовый магнит, я могу зайти и что-нибудь по акции купить. Этот кофе я покупала по акции. И просто. Это восхитительный, просто восхитительный кофе. Сейчас я вам покажу, как он выглядит, когда его сваришь. Субтитры создавал DimaTorzok Приобрели две вот такие вот лапши, чан-рамен. Я очень люблю рамен, да и не только рамен, а вообще корейскую еду. В общем, вот этот вот чан-рамен, его нужно варить в 2,5 стакана воды. Добавляешь туда в эту воду специи, точнее не специи, а зелень, грибы. В общем, овощи, которые имеются внутри. И варишь в этом 5 минут. Обязательно лапшу нужно поднимать немножечко, чтобы воздухом, кислородом насыщалась лапшичка и становилась как-то более плотной. Вот, далее эта водичка сливается, засыпаются туда специи, оливковое масло, которое имеется в комплекте. И можно уже употреблять. По цвету это такое темно-коричневое, вот как вы вот это вот видите сверху. И привкус такой грибной, в то же время как бы гореленький. Вот это вот лапша, которая вызвала у меня невероятный восторг, но и в то же время неожиданная она для меня была. Ее можно варить, получается, как отвариваешь. Все то же самое, но воду не сливаешь, и сразу туда специи. Ты все кидаешь и варишь 5 минут. Это просто вырви глаз. Острая, острая, ну такая вкусная, вкусная. И если после наших острых и соленых, вот этих вот роллтонов и прочее, ты отпиваешься весь день водой, отекаешь потом от этого и так далее, то после этого не отекаешь. Не просишь, ни организм, точнее и организм не просит воды. Ты вообще просто идеально, я просто балдею. Еще хотела я вам показать вот такой вот кофе. Кофе с собой можно на работу брать или куда-либо в ту же самую поездку, в поезда и так далее. К сожалению, не бюджетненько стоит. Здесь у нас в коробке 5 пакетиков. Выглядят эти пакетики вот таким вот образом. Они открываются, и там такая конструкция, что нужно немножечко собрать. То есть вверх оторвать, собрать, раскрыть, да, и туда уже кипяточек вливать. И на стакане как раз вот эта штука, конструкция, будет стоять. Сверху наливаешь кипяточек, и снизу уже готовый кофе. Это просто обалденный для тех, кто любит свежесваренный кофе, свежезаваренный, но вы в поездках или где-то вне дома, но нет там аппарата кофейного, да. Вообще классная штука. Продается, кстати, в магнитах. А я рулетики делаю с колбасным сыром, крабовые палочки, чеснок, майонез. Вот он лавашек, и вот что получается. Вкуснятина! А еще я вам обещалась показать подарок для Дениса. Честно, я не знаю, что дарить, да, поэтому у меня будет вот в таком вот подарочном пакете. Как я вам уже показывала, это будет вот такой вот гель от Фаберлик. Он очень-очень вкусно пахнет вишневой косточкой. Очень приятный такой аромат. Потом шампунь-гель от Ифраше вот такой вот. Читать даже коверкать не буду. Какой здесь миллилитраж, я не знаю. Ну вот, можете почитать, если хотите. Далее будет вот такой вот шампунь-гель. И, конечно же, гвоздь моей программы это Витинг. У меня есть Валькирия, я в нее влюблена. Когда-то, когда-то Денис тоже тер каталог, говорил, что приятный-приятный аромат. Ну, надеюсь, ему этот аромат понравится не меньше, чем мне Валькирия. Вот. Так что вот такой вот у меня подарок будет для Дениса. Конечно же, я и не забыла про своего речульку. Я ему тоже подарю вкусняшки. Да. Это вот такие вот любимые кусочки. Вот титбит. Это у нас говяжье легкое вроде бы. Да, это у нас легкое говяжье. Я, наконец, его нашла. Но оно у нас, к сожалению, было последнее. Так бы я на всякий случай еще взяла. Кстати, я недавно почитала, что легкое для животных, для собак вернее, это очень тяжелое лакомство, тяжелая пища. То есть никакой пользы они не несут для животного. Но, тем не менее, и практически не перевариваются. Так что как-то так. Далее приобрела вот такой вот снэк для него. Это у нас Pedigree Dental Sticks. Здесь очень хорошая штука. У меня речулька их просто так уплетает. Потом вот что-то от Пурина Фриски с пикник. Не знаю, ни разу не покупала. Впервые увидела. Через неделю поехала в этот магазин на работу. И уже в продаже не было. Видимо, раскупили. Далее я ему приобрела вот такие вот стики. Это уже от Miratorg. Не знаю. Ранее не покупала. Но он у меня в последнее время насчет вкусняшек вообще не привередлив. Ест все. Далее приобрела ему вот такие вот колбаски. Это у нас колбаска пермская. Такая, кстати, увесистая упаковочка. Вес. Да, Бог знает, какой вес. Ну, не суть важна. Но очень много. Вот только увидела, что это с откусом курица. Далее приобрела вот такие вот палочки. Раньше я вам уже говорила, да, чтобы покупала. И он вот эти палки не ел, не грыз. А Денис в прошлом году купил. И он просто за обе щеки уплетал. Думаю, ладно, куплю. Далее купила вот такую вот штуку. Это у нас для крупной собаки палочка. Но так как она мягкая, у меня Денис, у меня Ричи ее с легкостью съест. Далее на пробу я взяла вот такие зубочистки. Ну, не знаю, мне кажется, это очень дорого для двух вот таких вот палочек. Я ему не сразу все вот эти лакомства даю. Я после прогулки, если он дома не набедокурил, да, после прогулки ему даю всегда по одному лакомству. Так что у него на определенное время, ну, на месяц точно будет этого всего. Далее взяла вот такую штуку. Это у нас мясные мюсли. Раньше он их обожал, потом он их переел. Потом Лена Перова мне прислала такую штуку для Ричульки. Он ел, аж пена изо рта шла. Ну, вот я ему на всякий случай купила. Я его вот этими мюслями не балую, потому что, ну, как бы отдавать деньги просто за крупу я не вижу смысла, да, потому что он дома и так кашки у меня ест каждый день. Вот, но чисто для разнообразия я взяла. Далее я взяла две вот такие вот палочки. Здесь у нас в наборе по три штуки. Они прям такие тоже мягенькие, классные. И взяла вот такую вот тоже палочку. Это биф со вкусом говядины. И еще такую же. В общем, Ричулька не обделен. Вот это я ему подарю. А еще на работе, вот вчера была, мне подарили вот такой вот набор. Это у нас набор натуралиум. Здесь у нас молочко, крем для тела со вкусом манго и гель для душа. Вот молочко. Вот гель. Я уже распаковала. Молочко выглядит вот таким вот образом. Точнее, это даже лосьон написано. И здесь, кстати, по 400 миллилитров объем и вот этот вот гель для душа. Девчонки, я не знаю, аромат вообще пушка. Многие говорят, что аромат кисленький. Кто-то говорит, что он не так передается и так далее. Я не знаю. Для меня именно вот этот вот аромат манго передается более натурально. Да, с ароматом манго очень много приятных гелей. Но там больше как усилитель какого-то аромата. Либо отдушка какая-то более сладкая, более какая-то... Ну, не натуральная, но вкусная. Вот. Здесь это больше приближено к натуральному аромату. Очень приятно. Не знаю, как по пенообразованию. Но, скорее всего, будет плохо пениться. Но не знаю. По крайней мере, в аромат я влюбилась. Далее у нас внутри этой коробки был вот такой вот буклетик. Здесь, где можно приобрести продукцию. Если вам это нужно, можете заскринить, а потом перейти по этим коркодам, да? Вот. Так, мешается. Тут, оказывается, даже мужская серия есть. Прикольно. Обалдеть! Я хочу папайю. У нас, кстати, в магнит-косметик не было папайи. Для меня вообще было удивление, что директор мне что-то подарила. Потому что, как бы, ну, еще не Новый год, да? Вот. А я уже получила подарочек. Но было очень приятно, потому что я в тот магнит-косметик выходила раза четыре только на работу. А меня, ну, поздравили. Очень приятно, кстати. Ну, я думаю, на этом можно и заканчивать мой влог. Всем спасибо за внимание, кто остался со мной до конца. Всех люблю, целую, обнимаю. И пока-пока! С наступающим вас Новым Годом, дорогие! Субтитры сделал DimaTorzok